Сейчас YouTube переполнен трэшем, а новичков YouTube не продвигает. Поэтому очень важно для всех нас поддерживать начинающих блогеров, которые только благодаря вам смогут выйти на уровень качественного контента. В связи с этим хочу порекомендовать канал Александра Ростовецкого. На нем вы увидите обзоры, разоблачения известных блогеров, а также будете в курсе всех последних новостей. Подписывайтесь на его канал, ссылка в описании. Всем привет, с вами просрочка патруль Нижний Новгород, что и мы находимся около пятерочки. И мы уже купили там просрочку, купили мы какие-то шоколадные батончики, изготовлены 23 октября, срок 8 месяцев. Они просрочились в июне, 1 и 2. Адрес пятерочка у нас Сергей Есенин, дом 10. Посмотрим, что там еще есть. А перед тем, как пойти туда, мы еще купим несколько батончиков. Ведь если покупать просрочку по разным чекам, то участвуй в программе «За качество отвечаем». Суть ее такова, покупаешь просрочку, обращаешься к директору, говоришь, вот я купил просрочку, отдайте мне денежные средства и аналогичный свежий товар в подарок. Как это делать, мы сейчас покажем. Зачем устанавливаться на двух батончиках, если можно купить еще два, и тогда уже будет четыре. Все хотят кушать. А эта программа действует не только в пятерочках, но еще и в перекрестках. И там также покупаешь просрочку и обмениваешь. Программа называется так же. «За качество отвечаем». Если отказываются обменивать по программе, то звонишь на горячую линию и жалуешься, и говоришь, что вот, мне отказываются обменивать в таком-то магазине такой-то товар. Теперь все вам обменяют. Пользуйтесь. Итак, что у нас? Еще один срок. Тоже третий, да? Тоже 23 октября и тоже 8 месяцев. Сколько, смотри. Четыре даже. Сергей Есенин на 10. 12,5 рублей стоит. Так, у нас четыре батончика. И сейчас мы покажем, как обменивать товар по программе за качество. Отвечаем. А заодно еще им найдем кучу просрочки. Сказали то, что там целая телега. Целая коробка батончиков. Оставай все. Вот сюда ставь. Они у нас просрочены. Они слышны или обучают? Не знаю. Не рекомендую, они просрочены. Еще 23, еще 5 уже. 6, 7. Ух ты. Какая у нас каша мятая. Ой, она еще и сыпется. Вот. Это у нас пятерочка, кормит людей вот таким вот. Это? Нет, это все мятая. Она, прикиньте, течет даже. Это все течет. Сейчас подойдем. Вот этим торгует пятерочка. Мятым товаром. Просроченным. Тухлым. Не рекомендую пятерочки. Все, да? Что-то в валяю с ним полу. А зачем ходить-то я сам пройду. Вот так чуть-чуть. Ну вот эту. Вот эту надо убрать. Она вообще мятая. Ну эти более-менее. Ладно, оставь. Уже придираться просто. Они походу падали. Да, тут еще мятые банки есть. Смотрите. Вот, видите. Но она не течет хотя бы. Ладно, пусть стоит, пусть продается. Может, что им купит. Фу, она течет. Она мокрая. Она, походу, здесь была нарушена герметичность. Она текла. Во. И еще одна. Мятые банки. Как можно таким торговать? О, еще мятые банки. Мятым товаром торгуй пятерку. Офигеть. Все мятые. Что у нас с детским питанием? Оно у нас до 20-го числа. А здесь до ноября вообще. До 19-го. Как там огушевая засыпайка? Свежая? Они бывают назад туда. Суют просрочку. Переда свежая стоит. Вот такие бывают. Уходят в просрочку. Обязательно смотрите сроки на детском питании. Потому что от этого зависит здоровье ваших детей. Вы же не хотите детишек просрочкой накормить, чтобы потом у них животики болели? Купишь просроченную, вот такую огушевую засыпайку. И уснешь навсегда. Все ли у нас тут свежее? Да, все свежее. Употреблять можно. Йогурты подходят. Турец натуральный. Срок нормальный, но банки мятые. Там же потом у них окисление будет. Мятым нельзя торговать. А как у нас дела в молочке? Есть просрочка или нет? Товар на нижних полках запылился. Тут просто где-то миллиметровый слой пыли. Селедочка. Ой, она вся грязная. Селедка потекла. Сготовлен 10 апреля. Срок годности 3 месяца. Ладно, я испачкаюсь немножко. Не более 3 месяцев. Она до сегодняшнего дня. Почему в Пятерках и Перекрестках рекламируют водку? Это вообще-то законно? В магазинах прям водку рекламируют. Людей спаивают. Херню какую-то включили в магазин. Кто заплатил, того и рекламируют. А то, посмотрите. В магазине грязь. Холодильник текет. Значит, что-то плохо работает в холодильнике, если раз он течет. Вот еще одна баночка. У вас тоже мятая. У них где-то все это падало и каталось по полу. Но в магазину кофе. Они и такое выставляют. Они же считают людей за свиней. А свиньям не выбирать. Они и такое купят, да? Сейчас я вам покажу яйца. А яйца здесь дырявые. Смотрите. Туда, наверное, можно что-нибудь из шприца добавить и потом продавать. Наверное, такие делаю специально. Продавцы пятерочек. Троят людей. Видите, дырочки они делают. А потом туда всяку бепсуют. О, вон, видите, битые какие. А вот у нас шампиньоны резанные красные, цена. Тоже мятые банки. Где они их катают, а? Эти банки, они в бомбинг играют после смены? Вон, еще баночка. Наклейки кривые. Наверное, это сотрудники магазина клеят после работы. Они их производят прямо здесь. Клеят эти этикетки. А что у нас тут? Тут у нас пряники. Они прямо разбросаны. Вот здесь есть сушки. Изготовлены 17 декабря. Срок годности 6 месяцев. Они просрочились 17 июня. Рюмка водки на столе. Водку рекламируют, зараза. Вот, не пейте водку. Будешь пряник? Что задумывается? О, 9 месяцев срочно. Ничего себе. Соломка Тимашевская. 3 июля 17 года изготовлена. 17 года. А срок годности 9 месяцев. Она просрочилась еще в апреле. И отправляется к нам в тележку. Что у нас тут? Зефирочки. Они очень часто тоже попадаются в просроченное. Потому что их никто не покупает. Ого. Второй месяц. Что это у нас такое? Пастила яблочная. Изготовлена 16 февраля. Две пачки срок годности 4 месяца. Они просрочились 16 июня. Молодец. А это что у нас? Чайная классика. Пряники. Изготовленные 9 апреля. Срок годности 3 месяца. Тоже просрочка. Да, кстати, пятерочка большой очереди. Как всегда работает одна касса. И продавщица не успевает продавать товары свои. Просроченные, да? А это у нас опять мармелад. Желейный трехцветный. Изготовленный 9 апреля. А срок годности 3 месяца. Просрочка. Если здесь еще. Ну, конечно же. Там, где одна, там вторая. Три месяца. Еще просрочка. Сколько же пухолицах в пятерочке? Доставай, что там, камера хранения. А мы пойдем искать директора. Народ. Если бы вы пришли в пятерочку по адресу город Нижний Новгород, улица Есенина 10, вы бы могли купить мармелад, пряники, соломку и всякие разные батончики вкусности, сладости и обменять программу за качество отвечаем. Но вы не пришли в этот магазин и не купили, поэтому вы ни хрена ничего не получите. А магазин просто спишет этот товар. В каждой пятерочке есть целые телега просрочки. Магазинов у нас в Нижнем Новгороде пятерочек более 100 штук. А также есть еще и перекрестки, в которых тоже действует программа за качество отвечаем. Покупайте просрочку, обменивайте, просите аналогичный товар-подарок и денежные средства. Сейчас мы вам покажем, как это делается. А пока пойдем искать директора, который нам все это скроет. Где у нас директор? К парню подойдем. Здравствуйте, а можно вам к директорам? Сезонный курс. О, через полчаса футбол начнется, болею. Так, кидать занята. А вот что, молоко прокисло, да? Да. Ну, у меня прокисло, а у них прокисло. Мы тоже, а у нас пятерочка, у нас просрочка сколько? Кроме просрочки еще и прокисшее молоко. Сегодняшнее молоко. Там молоко течет. Я так понимаю, бабушка молоко хотела купить. Или купила уже, оно течет. Минус пятерочки. Куча просрочки. То хулика. Самое интересное, магазины открываются практически каждый месяц в Нижнем Новгороде. А сотрудников сокращают в пятерочках. Там по два, по три человека остается. За просрочкой никто не следит. И в результате получается куча просрочки. Интересно, не бывает просрочек? Отрезики. До 21 года. Где у нас директор? Ооо. Что там? 30 декабря. У него 12 месяцев. 6. Просрочка. 6? Я нашел, да. Тухляк. Можно у вас? Серьезно будет. Мы у вас нашли первую, это просрочку, которую просим застроить. Второе, у вас там же нашли кучу-кучу мятых банок. Зачем вы подаете мяты? Он вас за отель, видите, в каком состоянии? Смотрел на что-то, просто роли запахнули. Просьба вот эта, нарушить целость упаковки вот этого товара. Что там уже пришлось? Вот. И обменять 4 сорока, которые мы уже купили. В программе до качества чайбер. Так. Сколько кучу? На свежего тут не свежий. 4 чайба, 4 нах, на полку. Это просроченный? Нет, это вот с просрочки. Это уже на свежего приготовил менять. 4 просрочных, давай 4. 4 чайба. А где вы взяли? Прямо на трюк? Вон их путь же там, только 4 купили. Покажи, где ты их нашел. Вот здесь они будут, тут в перемешку и свежие, и не свежие. Там больше просрочных нет. Смотрите. А мы уже перебирали. Ну да, вот мы их выложили. Купили только 4 штуки и все. Эти 4 вармарка. Сажите. Купили. 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 Мы показываем. Ну, я 4. Это у них вармарки в кормовце. Вот так, ну да. Купили. 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 Вон там вот с днем просрочек сейчас нашли. Молодцы. Спасибо. Сок-то женщина была, смог прописнуть молоко. Еще пришел человек. А куда? А куда? А куда? А, никуда. Девушка. Что? Нет, просьба. Наручил салфетопровки. Подождите. Я специально. Я спешу. А куда? Что-то у меня сомнение, то что она сейчас нам вернет. Не, она не вернет нифига тебе. Ты видел, как она его везла? Она не вернет. Тележку отобрали с просрочкой какую-нибудь. Да. Такая рыбка будет отормана. Еще и деньги. А они вам просрочены уже пропили? Нет, она не была просроченная. Она не просрочена, она слуха. Ну это вроде нормально. Ну вот здесь вот с краю стоит тут не всегда температура, которая должна быть. Ну это да. Лучше откуда-нибудь сзади брать. Хотят три месяца. Лучше сзади возьмите, там холодильник. Ну сейчас были в магнице, и там у них товары, которые должны быть в холодильнике от 0 до 4 градусов. Они висели прямо на крючках. Там уши, слюну, еще что-то. Угу. Мы они их открывали, там прямо куплять. Даже такое бывает. Нет, девушка, деньги возвращайте. Вот, вот поднюху все это прикол. Она вот срока. Нормально. Ну не знаю. Не пахнет? Ну как не пахнет? Не пахнет так хорошей рыбы. Свежей. Ну. Не зеледка. Нет, зеледка по-другому пахнет. Давайте начнем. Вот так. Даже другим покупателям не нравится товар пятерочке. Потому что здесь все протухло, все просрочено. Заяц-мутант. Прикинь он. Он с крыльями что ли? У него зубы, у него кулаки, рога. Еще крылья, ты видел? 102 рублей. Вон. Мухи летают. Чем-то плохим тут, наверное, пахнет. Укол директора. Пока директор себе делал за компьютером, мы еще просрочку нашли. Тележку она вывезла в подсобное помещение. А мы еще пять просроченных царков нашли. Они тоже до 23 июня. Что мы не дождемся? Нет. Это тоже к ней вопрос. Директор опять убежал в служебное помещение и заперлась. Ну что, она будет просрочку скрывать или там ее есть пошла? Нет. Она по-любому ее пошла есть. Да, выйдет. Да, выйдет. Не выйдет. Держи теперь царков и убирай. Не отдавай их. Ну что, директор. Директор. Долго мы вас ждать только будем. Держи. Директор нам можно? Можем. Увезли тележку просрочка. Мы просили ее вскрыть. Мы просили ее вскрыть в нашу тележку. У нас просто еще одна строчка. Мы еще нашли просрочку вам. Еще нашли просрочку. Вы за этим только туда и ходите. Посмотрите с телевизора. Вы списываете или что там? Едите ее что ли? Не, они там не пропали. Ну все, они так не пропали. Может нам потом тележку вывезет? Сравны по кухне. Нет? Ну так что, вы выйдете, нет? Нам ждать вас? Мы вам еще хотим просрочку отдать. Они спрятались от нас. Они нас боятся. Выйдите пожалуйста. Люди. Вам еще просрочка нужна, нет? Алло. Ну что они какие стеснительные? Нет, можно под дверь там. Уже там есть. Уже там есть. Давай. Мы вам сейчас под дверь просрочку подпихнем. Приятного аппетита. Мы старались, искали специально для вас. Всего доброго. Они там наверное сидят и жуют ее. Ооо сколько просрочки нашли. Ну вот бывает и такая развязка. Не всегда просрочку скрывают. Беги с тортом. Беги. Спасибо за торт. Бесплатно. Мы торт тоже бежали. Да. И еще что-то. Не помню. Всего доброго. Офигеть вообще. Позорники. Они даже не могли просрочку показать, как это списывают. Вот такая вот пятерочка по адресу Есенина 10. Здесь очень-очень стеснительные продавцы. Если вы найдете просрочку и им предъявите, они просто возьмут ее у вас и побегут в подсобные помещения. И будут ее очень жадно есть. Их совсем не кормят. У них зарплата всего 15 тысяч. Наверное там. Заместитель 22, да? Ну короче им не хватает на еду. Магазин какой-то бомжовский. Сотрудников сокращают, а открываются чуть не каждый месяц. Подписывайся на канал просрочка Патруль Нижний Новгород. Вступай в группу ВКонтакте. Ставь лайки под видео. Оставляй комментарии. И не покупай просрочка. Всем удачи. Всем пока. Они по-любому сейчас там спишут ее и будут хавать, хавать, хавать. Блин, время уже 10-й час. Они не могли потратить, я уже попрощался со всей. Они не могли потратить 5 минут своего свободного времени. Даже не 5, а 2 минуты. Чтобы просто нарушить целостность упаковки. Им просто стыдно, стыдно то, что у них просрочка. Даже общаться не захотели. Позорники. Есенина 10. О, в машине БПшки. Такая машина, блин, жрет БПшки. Здорово подписчики. Очень прошу поддержать ролик своим царским лайком. А также оставить свой коммент под видео. Это очень поможет продвижению ролика на ютубе. Тебе не сложно? Мне приятно. Не зря же мы собрали целую тележку просрочки в этом магазине. И не забывай нажимать на колокольчик, чтобы посмотреть первым новое видео. Летой, это видео. Летой, это видео. Летой. И не забывай все. Летой.